приветствую вас друзья на канале сегодня будет распаковочка с тестами интересные посылки зарядка и два аккумулятора для makita решил проверить какое качество на аккумуляторы здесь надежды особой нет потому что я знаю что их качество скорее всего здесь будет не очень хороший меня заинтересовало зарядное устройство для makita люблю всякие штуки с экранчиками и вот это вот зарядное устройство должно быть с экраном батарея здесь кстати довольно увесистые возможно в них частично песок с виду сделаны довольно неплохо даже основных характеристик здесь не написано расписано просто какая индикация за что отвечает и сколько будет заряжаться тот или иной аккумулятор ничего интересного мне больше интересно как это зарядное устройство будет работать с этими аккумуляторами то понятно скорее всего она будет работать не зря она продается вместе с ними прикольно ну очень даже удобно идет процесс заряда сразу все отображается прям мне очень нравится я думаю что вам как и мне интересно какая же здесь реальная емкость у этих аккумуляторов можно ее измерить а также посмотреть что внутри этих аккумуляторов я думаю что вам это тоже интересно разберу один аккумулятор что теперь показывает здесь с последний светодиод почему-то горит не полностью этот показывает сразу же заряжен посмотрим что там внутри ну очень интересно также у меня есть два аккумулятора которые собраны из корпусов разных версий то есть я брал пустые корпуса в разное время с разными bms внутри я думаю что вам тоже будет интересно сможет ли она заряжать такие аккумуляторы у одного из них просто стоит обманка внутри для зарядки bms внутрь я оставил самостоятельно bms там на 50 ампер а у второй аккумулятор прям полноценный с bms ну вот что и требовалось доказать здесь стоит такая же просто обманка как и на одном из моих корпусов вот этот вот корпус большого размера видите насколько он больше здесь в три ряда можно поставить элементы и стоит такая же обманка я вместо одного ряда элементов поставил bms чтобы защитить элементы то что вот это вот говно ну никуда не годится такое вот я вам не рекомендую покупать принципе я не удивлен что здесь такой аккумулятор просто с обманкой а не с полноценной bms у меня вот есть такая вот витродуйка макита именно для этой ветродуйки я и собирал себе такой аккумулятор а спустя год китайцы начали выпускать еще вот такие вот корпуса вот они корпуса один из них пустой здесь смотрите стоит полноценная bms здесь в наборе все есть также индикатор здесь есть все есть холдеры все никелевые ленты все есть все что нужно для счастливой жизни аккумулятора макита стоит полноценная bms как я уже сказал два силовых ключа не знаю насколько они мощные надеюсь гореть не будут возможно не какие-то супер современные с маленьким сопротивлением и греться сильно не будут не будет достаточно их всего лишь двух штук я уже собрал один аккумулятор на основе вот такого вот корпуса туда поставил оригинальные элементы lg hg 2 на 3000 миллиампер час и получилось емкость как раз 6 ампер час сейчас аккумулятор заряжен поставлю посмотрю будет ли эта зарядка заряжать этот аккумулятор процесс заряда пошел но сильного сомнения у меня и не было что китайская зарядка для макиты клон будет заряжать скорее всего все аккумуляторы уж они там постарались наверно без проблем смотрите заряжает да никакой ошибки не выдает жалко у меня нет оригинальной зарядки макита чтобы проверить здесь даже он китайцы делают юсб разъем то есть можно заряжать даже сотовый телефон если у вас с собой нет зарядного устройства но главное нужен шнур кстати кому интересно как я собирал этот аккумулятор на основе такого корпуса это видео есть на канале ничего сложного там нет все очень быстро легко делается кто не видел и кому интересно обязательно переходите по ссылочке я оставлю ее в описании и закрепленном комментарии отлично зарядное устройство заряжает этот аккумулятор а теперь мне интересно заряжает ли данное зарядное устройство мой первый аккумулятор где стоит обманка вот такая вот и полноценная bms на 50 ампер аккумулятор полностью не заряжен заряжен странно это было но аккумулятор не дозаряжен почему она говорит что аккумулятор заряжен интересно какое на нем напряжение сейчас 18 7 вольт до аккумулятор полностью не заряжен но зарядное устройство говорит заряжен сейчас мне кажется примерно правильно она определяет степень заряженности пишет напряжение даже 19 3 вольта получается выдала ошибку попыталась еще раз зарядить и пишет что аккумулятор заряжен но напряжение получается можно сказать примерно правильное но показывает правильно отображает значит можно ориентироваться на эти показания единственный ток правильно неправильно показывает ток заряда получается одинаковый для всех аккумуляторов 20 с половиной вольт так это мой аккумулятор но этот заметно легче кстати очень интересно по крайней мере мне какие напряжения здесь на параллелях 374 376 376 376 376 377 практически одинаковое напряжение балансира здесь никакого нет как вы видите но это ширпотреб самый натуральный стоит здесь датчик температуры и вот еще один датчик температуры только что он здесь измеряет воздух этот тоже по сути болтается ерунда а не аккумулятор а вот зарядочка зарядочка прям мне нравится сейчас подключу к зарядному устройству основная моя зарядка занята двухканальная сейчас подключу к моей второй зарядки и измерю емкость этого аккумулятора очень странно до этого же зарядное устройство показывал что аккумулятор ну вот опять 77 процентов и потом зарядное устройство говорит что аккумулятор заряжен очень странно хотя напряжение 19 вольт вот этот аккумулятор на основе полноценной bmf заряжает хорошо странно китайцы делают комплект зарядное устройство с аккумуляторами аккумуляторы это зарядное устройство не заряжает ну здесь все нормально процесс заряда идет 20 с половиной вольт видно что аккумулятор заряжается те которые в комплекте идут вроде бы процесс заряда идет странно здесь глюки какие-то может потому что я аккумулятор не защелкнул ток ведь большой а если не защелкнуть аккумулятор то скорее всего контакт плохой и зарядное устройство некорректно отображает степень заряда аккумулятор да вот сейчас заряжает может быть и этот аккумулятор будет вроде бы я защелкивал его снимаю видео на скорую руку поэтому все очень быстро без подготовки вот так вот как есть нет все таки этот аккумулятор заряжается некорректно до пытается второй раз и пишет сто процентов хотя напряжение 18 8 вольт до некорректно работала зарядное устройство потому что я не защелкивал эти родные аккумуляторы которые шли в комплекте так без проблем заряжает это очень хорошо этот аккумулятор большой который я делал с bms кай сторонний bms кай его родное зарядное устройство makita не заряжает ошибку выдает ну и это получается тоже выдает ошибку скорее всего не скопировали там всю полностью получается зарядное устройство не снижает ток в конце заряда и тем самым не дозаряжает аккумулятор это конечно же продлит его срок службы но естественно снизит время работы вот аккумулятора значит чтобы зарядить его полностью нужно будет зарядить моим зарядным устройством и charger да как только зарядный ток отключился напряжение немножко упала очень хочется разобрать и посмотреть что там внутри китайцы по наделали хотел по-быстрому снять но по-быстрому чувствую получится поэтому кому нравится такого рода видео где я стараюсь подробно обо всем рассказать ставьте лайки делитесь этим видео в соц сетях у вас это не долго для меня очень приятно и так зарядные провода конечно же не толстые я считаю что сделано более-менее нормально трансформатор ну градусов 50 55 здесь тоже сделано все довольно аккуратно что не может не радовать за такие-то деньги получить довольно неплохое зарядное устройство что-то у нас было 20 25 долларов стоит если отдельно без аккумуляторов заказывать но с аккумуляторами получается якобы выгодней но такие аккумуляторы это конечно такое себе неполноценные моя ветродуйка не имеет никакой защиты она разряжает такие аккумуляторы в ноль то есть работает до последнего я помню пробовал есть у меня видос давно и выпускал уже ветродуйка разряжала аккумулятор с такой обманкой который внутри стоит очень глубоко ниже двух с половиной вольт на элемент пока аккумулятор заряжается можно сделать еще один замер измерить зарядный ток для этого я отпаяю один из силовых проводов данном случае плюс и подключу мультиметр разрыв этой цепи главное чтобы ничего не замкнуло включаю зарядное устройство в сеть и ставлю родной аккумулятор и как мы видим 1.6 ампер здесь показывает три с половиной ампер а ну здесь он всегда видимо показывает три с половиной а сейчас зарядный ток установившийся практически 3 ампера прошло пару минут ток по-прежнему 293 ампера с этим аккумулятором ставлю мой аккумулятор с оригинальными элементами lg кстати можно будет проверить будет ли в реальном времени падать зарядный ток здесь также 3.5 ампера реальный 1.6 ампера 90 процентов об ток возрос до 3 ампер практически потом снизился все-таки зарядное устройство ступенями снижает снизила до 1.6 ампера но это более правильно кстати на зарядное устройство отключает заряд но по крайней мере не при токе 3 ампера а при токе 1.6 ампера это уже большая степень заряженности аккумулятора печально конечно что они не сделали нормальный алгоритм заряда чтобы ток снижался плавно что будет сейчас если я разомкнуть цепь зарядное устройство показала что аккумулятор заряжен напряжение показывает верно а ток постоянно показывает 3.5 ампера ну все с ним понятно но по крайней мере работает и показывает здесь что-то уже хорошо приятными все приятно всегда наблюдать когда есть какой-то экран когда ты видишь что процесс идет они так что поставил лампочка там моргает непонятно что там происходит как происходит когда привыкаешь уже к серьезным зарядным устройством к приборам там ты уже видишь сразу все данные заряда и можешь анализировать как ведет себя аккумулятор по крайней мере так для меня это происходит я уже вижу относительно токов напряжения как это все и чаще всего даже могу в принципе понять сразу по просадке и так далее хороший аккумулятор или элемент или нет аккумулятор зарядился залилось в него практически 800 миллиампер час зарядное устройство показывает 20 целых восемьдесят три сотых вольта сейчас я еще хочу измерить внутреннее сопротивление новым по приборчиком прямо мне очень нравится измеряет очень быстро ссылочку на него я оставлю в описании 9 и 2 миллиома 9 и 3 миллиома 9 и 4 миллиома 9 и 29 сотых миллиома 958 миллиома ну в принципе подобрано сопротивление неплохо теперь поставлю аккумулятор на разряд но для этого нужно сначала отключить зарядное устройство к аккумулятору чтобы использовать регенеративный режим разряда да это зарядное устройство тоже поддерживает регенеративный режим и это очень замечательно сейчас я его включу захожу в настройки регенеративный разряд включить максимально 30 ампер напряжение батареи 16,8 вольта я выбрал стандарт 4s чтобы не перезарядить батарею хотя я использую с bms перезаряда не должно произойти в любом случае литиевая батарея выбираю разряд ток 5 ампер регенеративный разряд да все пусть разряжается до хотелось быстро снять видео но подготовка и съемка уже растянулись не на 1 и не на 2 и на 3 часа очень хочется чтобы вы поддержали канал и съемку подобных видео потому что они занимают очень много времени после замера емкости аккумулятора еще хочу протестировать юсб порт зарядного устройства подключил такой вот приборчик классная штука кстати тоже для измерения таких вот показателей всяких разных также можно измерять емкость аккумуляторов сотовых телефонов powerbank of и так далее подключу сотовый телефон попробую какой ток заряда будет идти с этого порта все ускоряю видео чтобы вы тратили минимум времени на просмотр моих видео так разряд закончился что-то прям совсем капец 1955 миллиампер час это вообще уму непостижимо жесть так напряжение на элементах 2 и 8 3 12 305 3 18 3 26 и от разрядного тока в 5 ампер ну тепленький стал сейчас поставлю разрядный ток 1 ампер хотя по сути уже понятно что этот аккумулятор шлак но все же вот что происходит в этом случае элементы разряжаются ниже положенного 2 и 9 3 а вот это вот сборочка да видели ну нафиг такое эти батареи очень быстро выйдут из строя поэтому только вот такие вот корпуса с полноценный bms с контролем каждого элемента каждый параллель а это шлак да я не ожидал конечно что будет настолько шлак 5 целых 28 сотых вольта попробую зарядить сотовый телефон свой подключаю но это не быстрая зарядка ток 1 целое 13 сотых ампера напряжение не проседает практически 5 целых 18 сотых вольта нормально держится напряжение стабильное usb порт получается тоже работоспособный нормальный но аккумулятор и как я уже сказал тот еще шлак 2 ампер часа это просто капец без контроля напряжение на элементах где вам понравилось ставьте лайки делитесь обязательно этим видео в соц сетях пишите осознанные комментарии от 5 и более слов я всегда рад пообщаться в комментариях надеюсь это видео будет полезным и убережет вас от покупки подобного шлака зарядку конечно можно покупать все на этом точно все до встреч на канале друзья всем пока